В Пензе коммунальщики не успевают латать дыры в лопнувших трубах. Аварии случаются постоянно в разных районах города. Власти рапортуют о том, что основная часть работ позади. Однако в любой момент готовы ввести режим ЧС, а сейчас все службы переведены в повышенную готовность. Намеченные утром графики аварийным бригадам сегодня уложиться не удалось. Так, например, на улице Герцена инженерам потребовалось порядка двух часов, чтобы найти поврежденный участок трубы. Только ближе к полудню приступили к сварочным работам. Пока без тепла в Пензе остаются около 30 тысяч жителей. Для затопления также 4 школы и 13 детских садов. Детей из них решено отправлять в соседние дошкольные учреждения. Сегодня, кажется, каждый в Пензе знает, если аварийные бригады закончили работы, то это еще не значит, что тепло скоро придет в дом. Сегодня с самого утра все новые сообщения о прорывах на теплотрассах. До сих пор без затопления сидят целые микрорайоны. А накануне каждый пятый житель полумиллионного города остался без тепла. Все из-за аварии на крупнейшей ТЭЦ Пензы. Она снабжала теплом половину города. Обрушилась многотонная кровля в газотурбинном цехе. К восстановлению машинного зала были привлечены силы МЧС. Все турбины смогли запустить только сегодня. Сначала энергетики заявляли, что это никак не скажется на теплоснабжении города. Однако сразу же после аварии на ТЭЦ произошли три порыва тепломагистралей. Почти 500 домов остались без отопления. Энергетики обещали дать тепло во все дома уже к утру. Однако новые аварии на теплотрассах практически свели их труды на нет. В администрации города заявили, что восстановили работу магистральных теплосетей. Сейчас дело за управляющими компаниями, которые должны подвести тепло по распределительным системам к домам. Но жители пока готовятся провести еще одну холодную ночь. Субтитры создавал DimaTorzok